здравствуйте мои дорогие гости зрители и подписчики моего канала канала обзор на незазорно я благодарю всех тех кто подписывается на мой канал всех тех кто пишет мне комментарии всех тех кто ставит лайки но конечно же тех кто смотрит до конца мои ролики и я всегда рада новым подписчикам но конечно же я дорожу своими старыми подписчиками спасибо всем большое но мы переходим к колесникам колесниковы собираются ехать виталине подарки покупать но не столько все колесников и сколько лёша лёша и виталина вот они вдвоем стоят у машины на улице конечно снег мороз и за ночь очень много налипло снега на лобовое стекло и вы знаете лёша говорит вот так и так хотя бы лобовое расчистить хотя бы вот залезть машину и прогреть машину с тем что может лобовое очистится и уже дальше поедут они за подарками мне просто интересно куда делась вот щетка которую из бермаркета ему прислали просто непонятно там он как раз говорил что вот щетка для того чтобы снег чищать и резиновая такая вот составляющая с тем чтобы чистить от наледи стекло машины где это все куда это все делось непонятно в общем ехали когда они уже ехали уже конечно это дело подтаяло и сама по себе сам ликвидировалась лобового стекла но какую-то часть дороги конечно они ехали нам показали лобовое стекло оно все было белое там был лед и снег и налить в общем что хочешь было там не знаю как лёша видел дорогу учитывая то что дорога не летняя отнюдь не летняя то есть скользко снежно и еще и дорогу когда не видишь а у тебя маленький ребенок машине еще не детского кресла то есть по сути в безопасности он не был тот ребенок и как-то вот так беспечно можно было ехать я не знаю что это за родители такие колесниковые ну и до того как они еще сядут машину лёша обязательно скажет такую фразу беда не приходит одна две беды новый год и день рождения виталина то есть такие праздники как новый год и день рождения виталина для колесников для колесниковых это конечно же беды а я подумала что две беды другие тут дураки и дороги а в данном случае дурак который будет ехать по дороге я уже сказала как без детского кресла с ребенком на борту машины и с нечищенным лобовым стеклом так только дураки ездят ну едут они в город едут они в магазин окей город на гинск там будет куплен тортик и подарок и вы знаете виталина меня порадовала тем что она захотела более-менее взрослый подарок она захотела часы и лёша говорит мол это первый ребенок который захотел такой взрослый подарок и я так думаю что все таки с подачи лёши это было не с подачи света потому как вряд ли девочка сама сообразила бы что вот хочет напрям часы прямо не очень нужно ну хотя да под нужный подарок чтобы время видеть но с одной стороны другие такомérêt у всех сейчас есть мобильные телефоны до мужик дома их нет дома их отбирать расшествий домой но в школе то у них есть мобильные телефоны для чего им надо и часы hai еще там было время и мобильный телефон это тоже время и в таком же формате электрон и часы хочет не механические ну или хотя бы сотрел очками да пусть и механических пусть на батарейках но со стрелочками, чтобы можно было часы изучать и время. Но нет, электронные часы не совсем не понятен подарок, не совсем понятен выбор, но это их решение. Посмотрим, может быть я ошибаюсь, может быть все-таки со стрелочками купят так, чтобы действительно, как говорит Леша, Виталина могла учить часы и время. Как определять время по, даже по настельным часам, да, по стрелочкам. Ну и идут они по магазину, наконец-то доехали. Дошли они до кондитерского отдела, ну и торты. Торта с дня рождения нет, конечно. Есть торты с Новым Годом. С днем рождения, ну, никак не могли найти. И осталось всего там 3 или 4 торта, и у всех у них была разная цена. Я так понимаю, осталось по одному торту разной категории. Где-то 1000, от 1100 рублей до 1437 рублей. Ну и Виталина, естественно, Леша спрашивает, какой хочешь. Виталина ткнул пальцем в самый дорогой. Деловая. Самый дорогой выбрал, говорит Леша. Ну, а пап, раз в году можно ребенку купить хотя бы торт по более-менее дорогой цене. Может быть, что-то более-менее симпатичное будет. Ну, выбрали торт и ходят дальше по магазину. И Леша говорит, вот мясо люди набирают. Да, свинина по 280 рублей подорожала. Мы брали по 260. Ну, просто интересно, когда они брали свинину, я не помню этого момента. И уж тем более таких цен я не помню. 260 рублей разве у них была где-то в закупках свинина? Я не помню, честно. Может быть, я ошибаюсь. Но если вдруг кто помнит, напомните мне, пожалуйста, когда это было и брали ли они на самом деле свинину. Или Леша, это так, для красного словца скажу. Потом нам зачем-то цены на елки показали. Мол, смотрите, сколько они стоят. Ну, там, конечно, разные цены. От 2000 более и выше. Может, от полутора и выше. Но, по крайней мере, не дешевые. Может быть, Леша хотел сказать, а вот она в подарок, ну, такая елка досталась. Не знаю. Конечно, елочки там красивее, чем та, что у Колесниковых. Но они, я так понимаю, дороже. Вряд ли в подарок давали бы какую-то дорогую елку. Ну, и через весь магазин они наконец-то пришли к детскому отделу. Леша говорит, можете азбуку купить? Виталина говорит, нет, никакой азбуки. Вот. И потом, говорит, может, какую-то игрушку тебе? Ходили, выбирали игрушки всякие разные, смотрели. Но Виталина говорила, нет, не хочу игрушку. Она посмотрела на одну игрушку, посмотрела на другую. Потом говорит, нет, не хочу никакую игрушку. Ну, Леша говорит, ну, окей. Тогда, получается, что в отделе игрушек мы были как на экскурсии. Как на экскурсию сходили. Вот. Ну, и потом, говорит, сейчас пойдем в магазин электроники и там, может быть, что-нибудь тебе и выберем. И вы знаете, все это время они ходят без масок. Очень интересно, они, конечно, оплачивали торт. Подошли к кассам, а там два варианта касс. Один обыкновенный вариант, то есть там сидит кассир и пробивает товар, а второй со сканером надо было подойти, отсканировать код, QR-код на том товаре, который у тебя есть, и уже дальше с этим сканером идти и оплачивать, оплачивать карты. Леша это понравилось, говорит, о, здорово. Он взял этот сканер и уже при помощи сканера отсканировал, говорит, вот, ну, в прошлый раз мы не особо знали, как это и что, а сейчас, ну, очень удобно, а без очереди, хорошо, оплатили картой при помощи сканера. В общем, Леша в восторге. Вот, ему продавец говорит, вот, со сканером очень удобно, там, очередь, тут нет очереди. Короче говоря, Леша, теперь понимаю, будет ходить в этот магазин только для того, чтобы так было интересно оплатить покупку. Ну, и в следующем ролике, я так понимаю, Колесниковы пойдут в магазин электроники, в DNS, по-моему, называется этот магазин, там будут выбирать, даст Бог, выберут в Италине часы, так, чтобы она могла изучать время, как правильно определять время по часам. И опять же, повторюсь, если это будут электронные часы, то смысла в них не будет. Если такие вроде механических со стрелочками, то, конечно, да, они будут очень полезны в Италине. Вот, таким вот получился у меня обзор влогов Семи Колесниковых. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. И встретимся в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok,